1866 год. Пруссия выступила против Австрии. Русская промышленность была на подъеме, а вместе с ней росла и военная мощь. В предстоящей битве с Австрией предстояло перекроить карту Европы. Русская армия отправляла наблюдателей на гражданскую войну в Америке. Они видели, какое влияние на боевые действия оказывают железные дороги, телеграф и современное стрелковое оружие. У пруссаков не было времени на длительную войну на истощение. Они хотели войны короткой, чистой и дешевой. Железный канцлер Пруссии Отто фон Бисмарк мечтал объединить всех, говорящих по-немецки, в одном государстве. Он хотел добиться этого рядом стремительных решительных войн. Бисмарк обратился к начальнику генерального штаба Гельмуту фон Мольтке. Мольтке являлся продуктом Крикс Академии, первого в мире высшего военно-штабного заведения. Он понимал роль железных дорог в гражданской войне в Америке и требовал ускоренного строительства железных дорог в Пруссии. По его словам, в войнах будущего поезда окажутся ценнее крепостей. К 1860 году Пруссия располагала пятью тысячами километров стратегически расположенных государственных железных дорог для переброски войск, которые будут объединять Германию. Мольтке купил акции железных дорог и разбогател. Но в Америке парусаки оценили важность не только железнодорожного сообщения. По мере продвижения в Австрию, они протягивали телеграфные линии вглубь территории противника, часто подвергаясь серьезному риску. С помощью железных дорог и телеграфа военачальники, находившиеся в километрах от боевых действий, могли передвигать свои армии как шахматные фигуры. Штаб Прусской армии в Берлине, действуя таким образом, творил историю. Русские войска, сохранившие силы после переброски по железной дороге, получая приказы напрямую из Берлина, загнали австрийцев на территорию нынешней Чехии. Третьего июля 1866 года, на высотах близ Кёнигсгреце, австрийцы приготовились к сражению. Стороны были примерно равны по силам, за исключением одной детали. У пруссаков были игольчатые ружья. Выстрел производился с помощью игольчатого бойка, пробивавшего капсюлю в центре дна картонного патрона. Еще важнее было то, что эти ружья быстро перезаряжались с казенной части, а не с дольной стороны. Пруссаки могли перезаряжать ружья и стрелять в 3-4 раза быстрее, чем австрийцы, причем лежа. Австрийцы все еще использовали громоздкие и ненадежные ружья дульного заряжения. Австрийский командующий знал о преимуществах прусских ружей и приказал подчиненным не атаковать. Но его офицеры проигнорировали приказ и, очертя голову, бросились в атаку. Им пришлось заплатить дорогую цену. КОНЕЦ На западном фланге поля боя перестрелка разгорелась в густом лесу. Именно в этом лесу произошел поворот в сражении. Австрийцы направили в лес 49 батальонов. 28 из них сгинули бесследно. Это была бойня. Даже лежа, брусаки беспрерывно обстреливали злоболучного противника. Австрийцы стояли под градом пули и возились со своими ружьями. Игольчатые ружья с казенным заряжением косили их в огромных количествах. В Чешском лесу игольчатое ружье изменило баланс сил в Европе. Обескровленные большими потерями, австрийцы проиграли сражение. 40 тысяч австрийцев было убито и ранено. 20 тысяч попали в плен. Геннегрец стал началом конца для некогда могучей Австрии. В ходе семинедельной кампании, проведенной Мольтке, Прусси приобрела для Германии 5 миллионов новограждан и десятки тысяч квадратных километров территории. Теперь Прусси стала почти идеальной военной машиной. Ее очередной целью была Франция.